Китай Однажды рано утром они шли по неровной грунтовой дороге. У каждого из них было по рюкзаку с библиями, новыми заветами и евангелиями. Их путь лежал в старый маленький базарный город, где они хотели раздать эти книги и побеседовать с местными крестьянами-китайцами, не знающими Бога. Дорога вела между зелеными рисовыми полями. И через пару часов они прибыли на место. На рынке кишело от множества народа и животных. Молодые люди остановились в нерешительности. — Эти люди, наверное, никогда раньше не видели европейцев, — предположил младший, которого звали Джеймс. — Конечно, но мы просто покажем им наши книги, — ответил Давид. — Пойдем. Они, кажется, нас заметили. Он был прав. Толпа любопытных людей окружила их. Некоторые смеялись, другие вопросительно на них поглядывали. Но было видно, что они настроены доброжелательно. Книги брали охотно, и они сумели раздать достаточно много литературы. Большинство крестьян, правда, не умело читать. Но все равно они брали книги, поскольку у многих были дети или родственники, владеющие этим искусством. Да и книги в этих краях — вещь редкая. И были они уж больно красивые. Давид и Джеймс медленно шли по рыночной площади. Это было неприятное и грязное место. Нищие просили у прохожих милостыню, а продавцы грубо отталкивали их в сторону. Во всех углах велась торговля. Слышалась ругань, и видно было, что каждый старается обмануть ближнего. Молодые друзья подошли к толпе крестьян, расположившихся со своей нехитрой снедью под деревьями, и разложили оставшиеся книги на земле. — Объясните нам, о чем в этих книгах пишут, — попросил один из крестьян. Мы не умеем читать. — Что им сказать, — подумал Давид. — Если я им расскажу о живом, любящем Господе, смогут ли они это понять? Будет ли это им интересно? Он видел вокруг чужие лица. Некоторые смотрели доброжелательно и с любопытством, другие выглядели устало и равнодушно, третьи казались жадными и коварными. Давид начал свой рассказ. Рассказ об Иисусе, человеке, делающем добро и учившем делать добро. Обо Иисусе, учившем любить своих врагов. Он учил людей, говоря, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем. Люди слушали с интересом. Количество слушателей росло, и Давид продолжал говорить, все более вдохновляясь. Внезапно чей-то возглас прервал его. — Я знаю этого человека. Он живет в нашей деревне. Пойдемте со мной. Я приведу вас к нему. Напрасно пытался Давид объяснить, что человек, о котором он говорил, уже давно покинул наш мир. — Нет, нет, — убеждал крестьянин. — Этот ваш друг, он действительно редкий человек. Живет в нашей деревне, совсем недалеко, в соседней долине. — Он будет рад вас видеть. Ведь он вас тоже должен хорошо знать, раз вы так хорошо знаете его. — Давид и Джеймс согласились. Слова крестьянина возбудили в них интерес, да и времени свободного у них было достаточно. Крестьянин сильно спешил, и они, взяв почти пустые рюкзаки, пошли за ним. Свой обед они съели на ходу. Через час они прибыли в маленькую деревушку, где в разброс стояли убогие хижины. В грязи копались свиньи, а кучи мусора по краям дороги издавали неприятный запах. — Ваш друг живет там, сзади. Он наверняка будет очень рад вас видеть, — сказал китаец, отстраняя с пути больного ребенка с опухшими глазами. Молодые люди и сами поняли, что достигли цели. Хижина этого человека, которого они еще не видели, отличалась от других. Чистая, без мусора вокруг, и у ее стен росли цветы. Вышел хозяин. Он также отличался от других выражением доброжелательности на лице. — Вот твои друзья! — торжественно объявил мужчина. — Они говорили на рынке о тебе, и я позвал их сюда. — Заходите, — сказал хозяин. — Садитесь. У вас долгий путь за спиной. Сейчас я приготовлю чай. Он стал разводить огонь в очаге. За чаем они разговорились. — Что привело вас в наши далекие края? — Раздаем книги, — ответил Давид. — О чем они говорят? — О Боге и о его сыне Иисусе. — А об Иисусе? — Мужчина встал. Лицо его вдруг засветилось. — Может быть, это тот же человек, которого и я знаю? Вы его знаете? — Он открыл деревянный ларец, покопался в нем и вынул старое зачитанное Евангелие от Марка. — Это та книга, в которой говорится о моем Иисусе. Один человек продал мне ее много лет назад, и я читал ее днем и ночью. Я никогда еще не встречал никого подобного Иисусу. Я думал, он такой хороший. И каждый день я спрашивал себя, смогу ли я когда-нибудь быть похожим на него. Я каждый день спрашивал себя, что бы он делал, если бы был здесь, в моей хижине. — Иногда мне кажется, что он действительно живет здесь, со мной, что мы вместе работаем в поле, пашем, убираем, вместе ходим по улицам, на рынок. — Может быть, это тот же Иисус, которого и вы знаете? Давид и Джеймс смотрели на мужчину с изумлением. Его лицо сияло светом любви и радости. — Да, да, это тот самый Иисус, — сказал Джеймс. — Второго не было и нет. — Но я был прав. Это тот человек, о котором вы говорили. Христианин, приведший их сюда, еще раз сунул голову в дверь. — Он живет здесь. — Да, тот о ком и говорили здесь, среди нас, — заверил его Давид. — Он живет в этом доме. Ты был прав. — Вы когда-нибудь видели лук с лютиками перед восходом солнца? Заметили ли вы, что все цветы еще закрыты? И если вы потом, через несколько часов возвращались, видели ли вы, как они все открылись, отражая частицу солнца? Так и с нами, христианами. Если мы читаем Библию и взираем на Иисуса Христа, на Его полную любви жизнь, то тогда Иисус преобразит нашу жизнь, и мы будем все больше походить на Него. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Второе Коринфянам, 3.18